Слава Господу, братья и сестры, за прекрасное время, которое подарил Господь, время, когда может человек открыть свое сердце для созидательной работы Божьего Духа и Божьего Слова в жизни и сердце каждого из нас. Тема, которую я хочу поделиться с вами и в конце нашего рассуждения пригласить нас к молитве, я ее назвал «Как я влияю на других». Наверное, многие из нас имеют свой собственный список, кто меня обидел. Я имею свой собственный список, кто меня утешил. Имею у себя список встречи, с которыми людьми я желаю, и имею список людей, встречи, от которых я убегаю, прячусь и думаю, «Господи, спаси и сохрани, чтобы больше пути не пересеклись и встречи не состоялось». Но я хочу обратить ваше внимание, что давайте возьмем в центр нашего рассуждения не что я получаю от людей, а что от меня получают люди, с которыми по жизни я пересекаюсь. И вот мы с вами живем среди подобных нам людей. Мы живем в кругу семьи, мы живем в кругу коллег по работе. И очень ценно задаться вопросом, что окружающие меня люди от меня получают. Если задаться вопросом, что же, собственно говоря, люди от меня могут получить, то мы можем как минимум наше воздействие на других людей свести к двум простым вещам. Они от меня могут получить либо удовольствие, либо бремя. Они от меня могут получить либо соль на рану, либо целительный елей на рану. Они от меня могут получить либо позитивное, либо негативное. Другими словами, каждый из нас является тем, что что-то другим людям дарит, что-то другим людям несет. Чтобы вы могли увидеть, как из себя представляет наше отношение, я, позвольте, вам задам простой вопрос. Вот назовите, пожалуйста, естественного врага, такого мелкого и маленького животного, как мышь. Кто является естественным врагом у мышки? И, наверное, легко сказать человеку, естественным врагом у мышки является кошка. А если задаться вопросом, а кто является естественным врагом у кошки? Наверное, тоже легко сказать многим, и они тут же назовут кандидатуру, сказав, это собака. Люди иногда прямо таки характеризуют отдельную семейную жизнь. Они прямо таки говорят, вот живет эта семейная пара, но прямо как кошка с собакой. Другими словами, один убегает, а другой с постоянным лаем, похоже, догоняет. Обратите внимание, естественный враг у мышки кошка, а у кошки естественный враг собака. А теперь, пожалуйста, внимание, назовите естественного врага у человека. Кто у человека по жизни иногда появляется естественным врагом? И вы найдете странный ответ. У человека естественным врагом по жизни является другой человек. То есть у мышки это кошка, а у кошки у кошки это собака, а у человека, а у человека это другой человек. А теперь задумайтесь, пожалуйста, а как у человека враги появляются? Человек что, рождается с врагами? Вот человек родился на белый свет, и прямо еще в роддоме мама кормит его грудным молоком и при этом тихонько колыбельную песню напевает и говорит, запомни, у тебя есть шесть врагов, и напевает фамилии именно тех, у кого ребенка враги. Как у человека в жизни появляются враги? И вот удивительное дело, друзья, мы не рождаемся в этот мир с врагами, а как же они у нас появляются? Враги в нашей жизни рождаются. Вот тут и кроется вопрос, а как или посредством чего в моей жизни появляются враги? Читаю текст из Писания, что вы могли увидеть на предмет того, чем же мы обладаем, что мы, оказывается, можем помогать рождению врагов в нашей жизни. Книга судей, 16 глава, и читаю стих 16. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. О ком это сказано? Это сказано о сильном человеке. Человеке, о котором уже упоминал сегодня брат Сергей, человек по имени Самсон. Самсон они могли одолеть целые полчища филистимлян. Самсон брал городские ворота вместе с дверями и запорами и относил их на гору. Но обратите, пожалуйста, внимание, не могли никакой муки Самсону причинить неприятели израильского народа. А женщина, Долида, она к Самсону даже не прикасалась. Она, Библия говорит, просто произносила слова, а результат этих слов следующий. И как она словами своими мучила, написано, что тяжело его душе стало до смерти. Оказывается, словами можно человека мучить. И выглядит так, что слова Долиды сделали намного больше разрушительной работы, чем полчища филистимлян. Филистимляне не могли убить Самсона оружием, а Самсону перехотелось жить только по одной причине, потому что слышал слова, которые произносила Долида. Вот другой пример из Писания. Это книга «Песнь песней», пятая глава, стих 16. Послушайте, пожалуйста, внимательно. «Уста его» – это слова, которые говорит супруга или жена, говорит о своем муже. И вот какие прекрасные слова. «Уста его» – сладость, и весь он – любезность. «Вот кто возлюбленный мой, вот кто друг мой, черри иерусалимский». Оказывается, друзья, словами своими можно подобно Долиде другого человека мучить, а можно иметь в своих жизни уста, которые другому человеку доставляют сладость. Послание к Ефесянам, читаю из 4 главы, следующие слова, которые имеют отношение тоже к нашим с вами словам. Вот 29 стих 4 главы. «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». И еще один текст по этому поводу. Галатам 5.15. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». Итак, первое, чем обладают почти все живущие на земле – это в наших устах слова. Оказывается, словами. Словами можно лечить, словами можно калечить. Словами можно томить, словами можно поддерживать и вдохновлять. Словами можно произносить слова, которые назидают, прямо так и сказано в посланиях к Ефесянам, «никакое гнилое слово, да не исходит». А какое исходит? Слово, которое несет назидание. А можно произносить слова, которые друг друга угрызают и съедают. Итак, первое, чем мы с вами наделены или чем мы обладаем – это способностью произносить слова. И мои слова могут человека либо калечить, либо лечить, либо вдохновлять, либо приземлять. Второе, чем мы обладаем, читаю из послания к римлянам, 14 глава, 13 стих. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Оказывается, в нашей жизни мы совершаем с вами поступки. Мы ежедневно принимаем решения, и в нашей жизни, принимая решения, мы их совершаем, отдельно взятые поступки. И нами сделанный поступок может быть преткновением, а может быть для другого человека соблазном. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит ему такие слова, чтобы он поступал во всем, и дальше написано так, «Во всем показывай в себе образец добрых дел». Оказывается, человек может вести такой образ жизни, что его поступки сеют соблазн и преткновение, а человек может жить и поступать так, что его поступки для другого человека являются образцом и эталоном. Итак, две вещи, которые имеет каждый из нас. Это дела и поступки, которые мы совершаем ежедневно, и в наших устах произносимые слова. Вот обратите, пожалуйста, внимание, две вещи, которыми мы непосредственно влияем на других людей. И мы можем своими словами и своими поступками, мы можем врагов увеличивать, либо словами и поступками можем врагов уменьшать. И мы задаемся вопросом, так как я влияю на других? Я приведу вам один пример, который здесь, в Соединенных Штатах Америки прошел. Мне рассказал этот пример человек, которому уже где-то сейчас 34-35 лет. Они приехали сюда, в Соединенные Штаты Америки, когда они еще были достаточно маленькими. Ну, маленькими относительно. Им было кому-то 12, кому-то 11 в этой семье. Когда они приехали, вот что произошло. Они по факту приезда в Соединенные Штаты Америки сразу же в какой-то короткий отрезок времени находились на какой-то материальной помощи со стороны государства. Денег этих не хватало, а желание иметь денег чуть побольше всегда было. И вот что они сделали. Они нашли возможность у фермера, у которого были большие клубничные поля, выезжать туда и работать, зарабатывая деньги, просто получая их наличными. И вот какая получилась история. Это мне рассказывал парень, которому сейчас где-то 35, а рассказывает события, когда ему было лет 12. Причем его папа, верующая семья и мама, прекрасные, замечательные люди. И так они всей семьей находились у фермера на клубнике. Они собирают клубнику и в это время на окраине поля появилась полицейская машина. Папа вдруг понял, что если полицейский придет и прояснит ситуацию, что они зарабатывают деньги наличным образом, то это может серьезно повлиять на целый ряд вещей, той программы, на которой они находятся. И папа подзывает детей и говорит им такие слова. Если сейчас полицейский подойдет и спросит, что вы здесь делаете, то скажите им, что мы здесь не зарабатываем, а просто помогаем. Я вам сейчас рассказываю события, которые были, когда у человека было 12 лет, ему сейчас 35. И слушайте внимательно, что делает этот сынишка. Он говорит, я отошел от папы и начал рассуждать. Папа мне на протяжении всего моего детства говорил, сынок, обманывать – это грех. Всякая неправда – это то, чего у христианина быть не должно. Но в 12-летнем возрасте сын столкнулся с интересным фактом. Он слышал от папы наставление одно, а прямо сейчас в его глазах папа поступает совсем по-другому. И этот парень, которому сейчас 35 лет, он говорит, в 12-летнем возрасте папа знать не знал, в какое он меня искушение поставил. Полицейский даже не остановился. Эта машина как ехала и проехала, никто никому не подходил, никакого разговора не было. А в 12-летнем возрасте сын задал себе вопрос, а может так и во всех других вопросах. Папа говорит одно, а на деле поступает совсем по-другому. Как я влияю на других. На самом деле наше влияние на людей имеет большое значение. Как-то в Молдове один из братьев-служителей рассказывал такую ситуацию, когда за один буквально короткий отрезок времени ему раздались два телефонных звонка. И вот позвонил один человек и говорит, послушай. Называют фамилию и имя человека и говорят, ты знаешь, он подрался с соседом своим. А этот брат-служитель, он говорит, я этого человека очень хорошо знаю. И я, говорит, отвечаю этому человеку, который звонит мне. И я ему говорю, послушай, я этого человека хорошо знаю. Он подраться не может. Вот то, что ты мне сейчас говоришь, он этого сделать не может. Какой-то отрезок времени прошло, и звонит, ну я говорю, маленький отрезок времени. Ему звонят, называют другую фамилию и имя. И говорят, ты знаешь, этот человек нагрубил соседу. А он спокойно отвечает, о, этот, этот может. И не только нагрубить, а еще к этому что-нибудь и добавить. Вы знаете, друзья, что удивительно? Оказывается, люди вокруг нас знают, на что мы способны. Иногда отдельные люди говорят так, «Обо мне пустили худую молву, и я могу вас утешить». Друзья, если вы в своей жизни никогда не подавали соблазнов и преткновения, то худая молва, она затормозится и остановится на первом же ухе, который будет вас знать. Люди скажут, этот не может. Но если ваша жизнь имеет целый список соблазнов и преткновений, то тогда люди, которые услышат, что вы что-то сделали, они при этом скажут, слава Богу, что сделал мало. Знаем его, мог бы сделать еще и хуже. На самом деле, самая сильная защита от любой молвы, это не то, чтобы тот, кто говорит, закрыл уста, а чтобы ты и я своей жизнью не подавал соблазнов и преткновения. Вот что очень ценно. Итак, мы с вами имеем в своей жизни как минимум два вопроса, или как минимум два компонента. В наших устах слова и в нашей жизни дела и поступки. И мы этими вещами, словами и поступками, мы можем врагов либо умножать, либо врагов уменьшать. Я вам приведу простой еще пример, чтобы это чуть лучше еще проиллюстрировать. Вот давайте себе представим, что слова, которые я произношу, это маленький кирпич. И дела, которые я делаю или поступки, которые я совершаю, это тоже маленький кирпич. Вот что с помощью кирпичей можно построить? С помощью кирпичей можно построить стену. И можно возвести стену с помощью кирпичей и сказать, я отделился от этого, возвести стену и сказать, я отделился и от этих. Я защитил себя и от тех, я защитил себя со всех сторон. Но кирпичи можно уложить так, что вы с помощью кирпичей можете навести мосты. Вы можете даже арочку такую выложить с помощью кирпичей, которая будет свод над окном держать. С одного и того же материала с помощью кирпичей можно возводить стены, а можно наводить мосты. Слова и поступки, они могут быть причиной, что люди от вас отдаляются, а могут быть причиной, что люди к вам тянутся. Почему отдельные люди, куда бы они ни приехали, у них везде кругом друзья? В то время, когда другие люди без конца другим в друзья навязываются, они кому другом никак стать и не могут. Где же кроется секрет? А секрет кроется в одном простом деле. Если ты человек, который желаешь выстраивать отношения с другими людьми, и ты этим людям желаешь дать благословение, тогда люди к тебе будут тянуться, они никогда от тебя убегать не будут. И вот тут мы с вами очень ценно понять, что мы с вами люди сами по себе, мы с вами должны уметь бороться со своим эгоизмом, расставаться с ним. Вот тут есть одно очень простое правило. А правило звучит следующим образом. Мы с вами сейчас больше в детали немножко будем углубляться. Правило очень простое. Иногда отдельные люди, они своими словами могут наделать очень много беды. Иногда слова, сказанные нами, они причиняют ран намного больше, нежели нам кажется. Слова причиняют много проблем. У нас в Беларуси одна семья. И в этой семье уже хозяин этой семьи уже ушел в вечность, он нес служение пресвитера. А его жена, это уже женщина сейчас в преклонных годах, и она, учитывая, что они жили в сельской местности, она один раз упала с воза, на который был впряжен лошадь. Она стояла на возу, лошадь дернулась, она не удержалась, упала, а землю ударилась спиной, и ее позвоночник очень сильно от этого пострадал, и у нее на спине образовался горб. Она сама, невысокого была роста, женщина, и имея вот такой недостаток от этой травмы, вот какая произошла один раз история. Этот служитель, про которого я вам говорю, был достаточно неплохой проповедник. Прекрасно делился словом, замечательно передавал библейские истины. И вот очередной раз он в поездку поехал со своей женой. Время от времени они ездили в поездку вместе. И мне эту историю рассказывала жена, вот женщина, про которую я вам и рассказываю. И они приехали очередной раз в гости, закончилось служение. Он делился в этом служении словом, служение подошло к своему концу, и начали к нему подходить люди. И вот подходит одна женщина и говорит ему такие слова, ну познакомь нас хоть когда-нибудь со своей женой. А как раз в эту поездку он и приехал с ней. Он поворачивается и представляет свою жену, и как я уже сказал, после травмы, которую она пережила, у нее на спине был горб. И он поворачивается и говорит, вот знакомьтесь, моя жена, и называет ее имя. А женщина, которая задавала этот вопрос, познакомь нас со своей женой, увидела ее внешний вид и сказала такую фразу, ууу, какая она у тебя некрасивая. Это была короткая фраза. Это мне сейчас рассказывала эта женщина, про которую я вам говорю. Она мне сказала следующее, я больше никогда ни в одну поездку со своим мужем не ездила. Я задаю вам вопрос, а что же так ранило сердце? Ранило сказанное слово. Потому иногда мы не придаем такого значения. Ну и что толку, что я сказал слова? А что же твои слова сделали? Библия говорит, произноси слова. Библия прямо-таки говорит, никакое гнилое слово пусть не исходит из уст ваших, а только доброе, которое доставляет благодать слушающему, которое назидает. Оказывается, вы и я, мы с вами призваны людям вокруг нас жизнь не портить. Мы призваны с вами людям вокруг нас жизнь украшать. Я встретился как-то с одной молодой семьей. Я знал их, когда они были еще неженатыми. А теперь прошло около года, быть может полтора, и они уже были семейной парой. Закончилось служение, мы оказались на улице, и я обращаюсь к молодой жене, я задаю ей такой вопрос. Я говорю, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, Бог тобой, твоего мужа, наградил или наказал? Она пока переваривала информацию, я поворачиваюсь к мужу и задаю точно такой же вопрос. Я говорю, скажи, пожалуйста, а как насчет тебя, ты для своей жены, ты награда или наказание? Знаете, друзья, к чему я это говорю? Библия говорит, кто приобрел доброзеятельную жену, тот обрел благодать. Оказывается, иметь жену, это может быть благодать. В другом месте написано, что жена это венец для мужа. Оказывается, жена, она может быть украшением. И в этом отношении, что очень ценно понять? Понять не терпишь ли ты своего мужа или ты свою жену, а очень важно задать вопрос другой, терпят ли тебя? Я думаю, что кто-то из вас обращал внимание, что иногда в семейной жизни бывает интересная картина. Картина получается следующая. По идее, в семейной жизни должно быть приблизительно так. Утром проснулись, муж и жена друг друга поприветствовали, и когда отправляет жена мужа на работу, к примеру, по идее, это должно быть всегда так. Она отправляет его на работу и говорит, любимый, ты уходишь, мне так жаль, так здорово, когда ты дома. И отправляет его на работу, и это немножко с грустью от того, что расстались. А когда вечером с работы возвращается муж, то, по идее, это всегда должно быть маленьким праздником. Любимый, ты вернулся, и это так здорово. И я говорю в этом отношении так. Вот важно, чтобы не было наоборот, что жена провожает мужа на работу, и как только закрыла дверь, она детям объявляет радостную новость. Дети, радость! Папа ушел на работу. А когда смотрит на часы, и скоро папа вернется с работы, она дома объявляет, как во время войны, комендантский час. Дети, внимание! Комендантский час. Папа возвращается с работы. Вот я ей задаю вопрос, что касается вас и меня, что от нас получают люди, которые вокруг нас? Вас и меня люди терпят, или вами и мной они наслаждаются? У нас в Беларуси один пастор, вернее, прошу прощения, не пастор, один брат. Мы как-то пересеклись с ним, там начали разговаривать, беседовать. А я смотрю, он такой заражен критикой. У него все кругом плохо, у него все кругом никуда не годное. Я этому брату задаю такой вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вы в церкви проповедуете? Вот был его ответ. Он говорит, нет, у меня другое дарование. Я говорю, и какое? Он говорит, у меня дарование пастырей обличать. Это дарование у брата такое. Я, знаете, сейчас к чему говорю, что вот хорошо быть наградой, но плохо быть наказанием. Знаю, достоверно знаю этот случай, когда один человек, который в церкви почти всем портил настроение. И один из братьев, мне кажется, сделал такой, ну просто великолепный вывод. Он обращает к этому человеку, сказал такие слова. Говорит, знаешь, я понял, если Бог захочет кого-то наказать, то Он его просто познакомит с тобой. Потому что знать тебя, это уже наказание. Вот я теперь задаюсь вопросом. Пожалуйста, скажите, друзья дорогие, вы, вы наказание или вы награда? Вы обращали внимание, вот вы многие уезжали в Соединенные Штаты Америки, вы обращали внимание, как на вас реагировала церковь, откуда вы уезжали? Ведь давайте откровенно скажем, я был свидетелем, как люди уезжали с церкви на постоянное место жительства в другие страны. Я обращал внимание, иногда люди, церковь реагируют по-разному. Иногда семья, которая будоражила всю церковь, заявляет о том, что они уезжают в Америку. И вы знаете, как это воспринимает церковь? Вся церковь тихонько говорит, Господи, слава Тебе. Благослови их переезд так, чтобы желание возвратиться никогда, не дай Бог, и не появилось. В то же самое время, другая семья была постоянным благословением для церкви. Они сказали, мы уезжаем в Америку, и вся церковь слезы. Не надо, а может подумайте, а может пересмотрите. Я задаю вопрос, почему отдельных людей провожали с радостью, а других со слезами? Ответ очень простой. В зависимости от того, что эти люди несли другим, оно и определяет, люди радуются разлуке с ними или плачут от того, что эта разлука состоялась. Это знаете, на что похоже? Это похоже, как человек, вот сам брат Сергей, он стоматолог по своему образованию, по своей специализации. Но вот суть, мне кажется, очень такая хорошая в плане иллюстрации. Вот у вас заболел зуб, вы пришли к врачу, и вы настроились, что вас ждут муки вечные на протяжении целого дня. Но врач вам сделал несколько движений и сказал, спасибо, что пришел, пожалуйста, иди домой, вы щелкаете зубами, ничего не болит, все так великолепно. И вы просто в восторге от того, что вы думали, что это будут муки, а оказалось, никаких мук нет. А теперь наоборот. Ситуация такая, вы пришли, у вас болело в одном месте и болело чуть-чуть. Вы пришли на прием к врачу, врач вам начал помогать. Но он, оказывается, специалист не в том, чтобы лечить, а в том, чтобы калечить. Вы пришли, у вас болело в одном месте и чуть-чуть. Вы пришли с приема от врача, у вас болит все. И болит очень-очень. Теперь прошло, может быть, месяца два или три, и вы встречаете человека, который держится за то же место, за которое держались вы. И он вам называет, ты знаешь, завтра у меня встреча у врача, и он называет врача, у которого были вы. Я задаю вам вопрос, что вы этому человеку скажете? Вы ему скажете, не ходи туда, я там уже был. Этот врач не лечит, он квалифицированно калечит. Или наоборот, у вас зуб болит у вашего приятеля, а вы уже знаете стоматолога, у которого вы были, он сделал несколько движений, и у вас уже ничего не болит. И вы ему скажете, слушай, не ищи больше никого, иди вот прямо туда, в этом стоматологическом кабинете. Я там был, там квалифицированно помогают. Знаете, к чему я говорю? Если от встречи с вами, вот простой пример, человек грустил чуть-чуть, встретился с вами, пообщался и загрустил со всем. Я задаю вам вопрос, в следующий раз, когда ему будет чуть-чуть грустно, он будет стараться с вами встретиться, или он увидит вас на пешеходной дорожке и перейдет на другую сторону? Вот рецепт простой. Если встреча с этим человеком мне повредила, то мне лучше с этим человеком больше не встречаться. А если человек имел маленькую грусть, встретился с вами, а вы ему сказали, не унывай, ободрись, жив Господь, сильна рука Господня, поддержит, проведет, не унывай, вперед. Знаете, что получится? Человек был грустный, пообщался с вами, и возрадовался. Теперь в следующий раз, когда в его жизни постигнет грусть, я задаю простой вопрос, что он будет пытаться сделать с вами? Он будет пытаться вас найти, вам позвонить и с вами пообщаться. Почему? Потому что он лично пережил, вы ему дали благословение. Друзья мои, я говорю это вам и говорю это самому себе. Очень важно быть человеком, который людям вокруг несет благословение. Я как-то разговаривал с одной девушкой, ей сказал такие слова у нас в Беларуси, и я сказал ей следующие слова. Я говорю, знаешь, и без нас с тобой в этом мире хватает квалифицированных специалистов, которые людям портят жизнь. Давай хотя бы мы с тобой будем людьми, которые людям жизнь украшают. Я это говорю, друзья, вам и мне. Послушайте, пожалуйста, и без нас с вами в этом мире квалифицированных специалистов калечить, портить настроение, травмировать, унижать и оскорблять хватает. Давайте будем мы людьми, которые умеют поддержать, утешить, ободрить и так дальше. И так мы имеем слова и в своей жизни совершаем дела и поступки. И хорошо, когда мы своими делами можем намного громче говорить, нежели своими громкими речами. Позвольте привести чуть дальше еще несколько моментов, которые ценны и важны в этом отношении. Итак, следующий момент. Вот что очень ценно в плане нашего отношения по отношению к другим людям. Вы когда-нибудь слышали такую фразу, когда люди говорят слова, и они добавляют вот такую короткую фразу. А я ему правду сказал. Вот человек сказал правду. И вы сейчас поймете, вот к чему я это все говорю, вы сейчас легко это поймете. Вот человек сказал правду. От этой правды, которую сказал человек, человек упал в нокаут. Он целую неделю лежит в нокауте. А тот, кто эту правду сказал, всем вокруг с гордостью заявляет. Так, как хочет. Нравится ему, не нравится. А я ему правду сказал. Вот тут я хочу вам кое-что прояснить, для того, чтобы вы сейчас поняли. Понимаете, очень мало иметь благородный мотив. Надо в жизни еще иметь соответствующую квалификацию. Одного доброго мотива мало. У меня есть в городе Виннице близкий друг, его зовут Николай. Мы с ним вместе учились в библейском колледже. И он в своей жизни пережил большую трагедию. Потому что он пережил много операций. У него одного глаза нет, там стоит протез. А другим глазом одним, который у него остался, он видит, но достаточно нечетко видит. И вот к нему пришел один из братьев, который пришел с членского служения. Зашел к нему домой, и он к моему другу Николаю, переступив порог его дома, говорит ему такие слова. А я им правду сказал. А нравится им или не нравится, как хотят, я им правду. Вот мой друг Николай усадил этого приятеля за стол, сам сел против него. Слушайте, пожалуйста, внимательно. И когда он уже успокоился, он ему говорит такие слова. Посмотри на меня. Он смотрит на Николая, а Николай ему тихонько продолжая говорит. Вот глядя на меня, ты можешь мне сказать слова. Николай, ты слепой. И Николай дальше говорит. И это правда. У меня один глаз протез, которым я не вижу, а другим я вижу совсем немножко. А дальше он ему задает такие слова. А что мне толку от этой правды? И тихонько продолжая, говорит, она меня утешила, ободрила, вдохновила, поощрила. Парень хлопает глазами и, похоже, начинает кое-что понимать. Понимаете, если правда человека в нокаут отправляет, то что толку от этой правды? Вы можете обратить внимание по поводу Иисуса Христа. Написано, льна курящегося не угасил и трости надломленной не доломал. Оказывается, Иисус был очень нежен по отношению к людям. Это не значит, что он темные вещи называл белыми. Нет, он был абсолютно тверд в прямых святых путях, но он людям нес благословение и, так скажем, надломленную трость не доламливал до конца. Вот почему нам с вами в жизни очень ценно понять, одного благородного мотива мало. Надо иметь нужную квалификацию. Я вам приведу примеры своей жизни. Я работал в энергосистеме Беларуси инженером-диспетчером. И у нас периодически было очень много разных технических тестов, которые надо было сдавать для того, чтобы на должном уровне квалификации оставаться. И среди всех прочих тестов был один тест по оказанию первой медицинской помощи. А этот тест состоял в том, что нужно было манекену человека в полость рта определенное количество раз вдохнуть и с нужным усилием на грудную клетку нажать. Вот теперь смотрите, какая картина. Вот лежит человек. И мне инспектор говорит, на всю эту процедуру отводится одна минута. Он говорит, вы готовы? Я говорю, да, у меня благородное желание. Я хочу человека, который потерял сознание, возвратить его к жизни. Инспектор говорит, на старт, внимание, марш, включает секундомер. У меня благородное желание. Человека хочу к жизни возвратить. Я вдохнул нужное количество раз в полость рта, начинаю нажимать манекену на грудную клетку. Время, отведенное для этого теста, закончилось. И в нем сработали датчики и показывают, что я ему ребра сломал. И инспектор говорит, вам нужно вторую попытку. Я задаю вам вопрос, скажите, пожалуйста, отчего мне не хватило? Ведь я же хотел человека к жизни возвратить. Знаете, чего мне не хватило? У меня было доброе желание, но мне не хватило нужной квалификации. Оказывается, если человек в воде, и он тонет, а вы стоите на берегу и наблюдаете, как он тонет, и у вас есть только благородное желание, надо утопающего спасти. Вы к нему подплывете, но если у вас нету нужной квалификации, то вы ему просто составите компанию и вместе на дно морское. Потому что надо уметь заплыть с правильной стороны, надо его схватить правильным образом. Знаете, друзья, к чему я это говорю? Вот так иногда в Церкви Христовой люди, ревнители по делу Божьему есть, а нужной квалификации не хватает. Вот и получается, подошел обличить. Человек ходил на служение раз в неделю. Ревнитель по делу Божьему подошел и обличил брата, что ходит он только раз в неделю. Обличить обличил, а человек перестал ходить совсем. Но зато он доволен, что он правду сказал, а я задаю вопрос. А судя по последствиям, так ты же навредил, а не помог. Вот тут-то и кроется одна очень ценная вещь. Важно в жизни быть тем, который никому не вредит, а несет благословение и несет в себе лишь только созидание. А для этого каждому из нас нужно думать о том, что из себя я представляю. Один из пожилых людей, я слышал эту фразу от него, но она такая достаточно интересная. Вот человека жизнь уже, он пенсионер в пожилом возрасте, седовласый человек. И вот он говорит молодым людям такую фразу. Когда, говорит, я к своей жене шел на свадьбу, то есть там, где у нас было бракосочетание и брачное торжество, он говорит, я не ехал на Мерседесе и даже, говорит, не ехал на повозке, а шел пешком, а сам уже достиг глубокой старости. Шел пешком, говорит, через дремучий густой лес, а потом делает такую паузу и произносит такую фразу, то лучше б я там заблудился. Вот я теперь задаю вам вопрос, что у этого человека за опыт семейной жизни? Выглядит так, что до свадьбы дошел, семейным человеком стал, а прожил так, что сам себе сказал, то лучше б я в лесу заблудился и до свадьбы не дошел. Знаете, к чему я, друзья, это говорю? Вот хорошо, когда те, кто живут с вами, живут со мной, я имею в виду вот наши мужья, жены, хорошо, когда вот жена рассуждает о своей семейной жизни так, Господи, слава Тебе, что Ты дал мне мудрости на предложение моего мужа ответить согласием. Скажите, пожалуйста, а каково то, когда жена внутри себя переживает и говорит, что же я наделала? Зачем я ему согласие дала? Сама себе вечный приговор подписала. Или человек, мужчина рассуждает и говорит, где была моя голова, когда я именно ей сделал предложение? И как это здорово, когда муж, рассуждая о своем предложении семейной жизни, говорит, Господи, слава Тебе, что я сделал предложение нужному человеку, который мою жизнь украсил. И я, друзья, говорю это вам и говорю самому себе. Очень важно задаться вопросом, тебя в семейной жизни терпят или тобою наслаждаются? Ты причина бремени или ты причина наслаждения и благословения? И, кстати, это же ценно рассуждать по поводу церкви. Вот скажите, мои братья и мои сестры, вы в церкви, вы источник благословения, утешения, радости, наслаждения или вы источник бунта, скандала, постоянных каких-то бунтарства и так дальше? Вот очень важно понять, как я влияю на других. И прочитаю еще один текст, который написан в посланиях к евреям. У апостола, автор послания к евреям написал такие слова, которые написаны в 10 главе. Написано, будьте внимательны друг к другу, дальше написано, поощряя к любви и добрым делам. Вот обратите внимание на эти слова, поощряя к любви и добрым делам. Оказывается, можно быть внимательным, но только в этом внимании не поощрять, а наоборот, любое желание отбивать. Вот я обратил внимание, брат Володя играл на фортепиано, а вот представьте себе, что кто-то другой впервые бы вышел играть на фортепиано. Вы, наверное, кто-то из вас, было в вашей жизни, что вы впервые декламировали стих, впервые пели, впервые играли, впервые проповедовали. Тот, кто в своей жизни это делал впервые, тот знает, чего это стоит, сколько-то переживаний разных волнений. Вот представьте себе, человек вышел впервые играть на фортепиано. Он начал играть, и вдруг его пальчики сбили с аккордов. Он начал нажимать не те клавиши, но все-таки до конца кое-как доиграл и с большим переживанием сел на свое место. Вы были внимательны. Закончилось служение, вы подошли к нему и сказали, ты знаешь, я сегодня внимательно смотрел, как ты играл на фортепиано, и вот тебе мой приговор, чтоб я тебя больше за этим музыкальным инструментом и не видел, ты меня понял. Вот теперь пойди и пойми, что вы сделали. Вы поощрили к любви и доброму делам или нет? То, что вы были внимательны, это точно. А теперь другой пример. Вы к этому человеку подошли и сказали, ты знаешь, то, как ты сегодня начал играть на фортепиано, это, на мой взгляд, самое лучшее начало за всю мою жизнь. Я видел тех, которые начинали играть и на середине песни останавливались. Я видел и те, которые даже начали нажимать первые ноты и вообще сбились. А ты молодец, до самого конца дотянул. Я верю, что у тебя в будущем получится намного лучше. А теперь скажите, что теперь этот начинающий музыкант будет дома делать? Он придет домой и начнет репетировать следующую музыкальную композицию. Почему? Потому что он понял, другим он несет благословение. Будьте внимательны, поощряя к любви и добрым делам. В этом отношении один человек, нас, славян, он интересно по поводу, мне кажется, он как-то нашу хорошо, суть нашу славянскую подметил. Он говорит, вот славяне научились плакать с плачущим. То есть, если, не дай Бог, у кого-то дом сгорел, то славяне придут всей своей делегации, сядут на последнее обгоревшее бревно и горько поплачут. Надо же, как у тебя сейчас горько, трудно, тяжело. Но если у славян вдруг кто-то стал лучше, нежели они, то вот радоваться с радующимся славянам, ой, как непросто. Наоборот, куча вариантов. Это что ж он такое ухитрил? Это что ж такое он хитрое придумал, что у него что-то получилось лучше, чем у меня? По этому поводу есть даже своя такая небольшая история, которую я слышал от Дмитрия Беспалова, когда он говорил во время Второй мировой войны, это, я думаю, она недостоверная, это так, которая показывает особенности нашего славянского характера, во время Второй мировой войны немцы взяли в плен русских и американцев, когда уже открылось два фронта воевать против Германии, и тех и других бросили в рвы, в маленькие ямы. И возле одной ямы, где были американцы, начальник, офицер, который распоряжался охраной, сказал, ее даже охранять не надо, а там, где русские, то есть там охранять ее надо, а там, где русские, он даже охрану оттуда убрал. И тот из подчиненных, кто это наблюдал, говорит, послушай, офицер, а что ты возле американцев, где в яме сидят, охрану поставил, а там, где русские, в яме находятся, ты у них даже охрану убрал. А он так спокойно объяснил, говорит, а потому что американцы точно друг другу будут помогать из ямы выбраться. А в русской яме, если у кого-то появится желание вдруг вылезти из ямы, то все остальные за ноги его назад в яму приземлят. И скажут, ты что, самый умный? Без нас из ямы решил выбраться. Так вот, радоваться с радующимся и плакать с плачущим. Вот чего-чего, а славяне, радоваться с радующимся, это огромнейший институт, которым нам сам еще надо уметь учиться, для того, чтобы на самом деле быть друг для друга благословением. Итак, вопрос, который мы с вами задали, как я влияю на других? Вот каждый из нас, пожалуйста, задай, пожалуйста, себе вопрос. Вот что касается тебя. Ты человек, который является проводником доброго, святого, чистого, непорочного, или ты человек, через которого проявляется бремя, искушение, многие другие моменты по отношению к другим людям? Последний текст, который я прочитаю, и просто сделаем вывод из того, о чем мы с вами рассуждали. Это священное писание, которым прочитаю из послания к Коринфянам, первое послание, четвертая глава, стих пятнадцатый. Звучит он так. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Два коротких слова. Наставник и отец. Вот вокруг нас есть люди. И скажите, пожалуйста, мы с вами для этих людей можем быть как минимум одна из этих двух категорий. Мы либо для них наставники, либо для них отцы. Вот Павел говорит, наставников куча, наставников много, а дальше его фраза «а отцов немного», а дальше он говорит «а я родил вас с благовествованием». Вот Павел для Коринфянам был отцом, не только наставником. Смотрите, какая разница между наставником и отцом. Наставник, он просто говорит «это хорошо, это плохо». Наставник говорит «это можно, а этого нельзя». А что делает отец? Отец – это оказывается из той категории людей, перед которым не страшно быть слабым. Вот задумайтесь, пожалуйста. сын папе может рассказать про все свои слабости. Споткнулся, в последнем прибежал, оценку получил плохую, что-то там пилил, выпиливал, не получилось. То есть, обратите, пожалуйста, внимание, перед отцом сыну не страшно показать свои слабости, где и что у него не получается. Перед наставником, как правило, не всегда люди такие откровенные и до конца про себя все рассказывают. «Отец – это тот человек, в котором человек уверен, он всегда готов мне помочь, он никогда меня не подведет, он ради меня на многое готов». Так вот, Павел обращается к коринфянам и говорит им такие слова. «Послушайте», говорит коринфяне, «у вас наставников много, а отцов мало». Другими словами, те, которые просто умеют сказать, это правильно, это неправильно, таких учителей много. А вот быть людьми, которые являются отцами, перед которыми не стыдно быть слабым, перед которым можно признаться в каких-то своих ошибках и даже не переживать, что это используют потом против тебя, потому что это человек, у которого отцовское сердце. Я хочу, друзья, пригласить вас к тому, чтобы каждый из нас задумался над этим и пришел к одному простому выводу. А что из себя представляет моя жизнь? А я, что несу другим людям? Я для них благословение, или я для них бремя? Я для них наслаждение, или я для них мука? Я для них источник благодати, или я для них проводник искушений и разного рода неприятных сюрпризов? Очень важно задаться вопросом, не что я получаю от людей, а что от меня получают люди. Очень важно, не что от семейной жизни получил ты, а что в семейной жизни несешь ты. Как один по этому поводу человек хорошо сказал, говорит, многие люди о семейной жизни рассуждают так, а счастлив ли я в семейной жизни? И он сказал, а стоит задавать другой вопрос, счастливы ли с тобой в семейной жизни? Другими словами, несешь ли ты счастье? Вопрос не в том, счастлив ли ты, счастливы ли с тобой. И я, мои друзья, хочу вас поощрить и самого себя к тому, чтобы нам стать людьми, которые никому жизнь не портят. Чтобы мы были с вами людьми, которые никому соль на рану не добавляют. Чтобы мы были людьми, которые никому жизнь не калечат. Но чтобы мы были людьми, о чем и сказано в Писании, чтобы мы были способными доставлять благодать слушающему. Чтобы мы были людьми, у которых не только благородный мотив, что я правду сказал, а от этой правды человек на неделю в нокаут упал. А чтобы мы к нашему благородному мотиву имели еще и соответствующую квалификацию. Вот я вам расскажу, как один из пресвятеров в городе Ровно парню молодого обличил, как он штукатурку неправильно раствор на стену бросал. Этого парня зовут Игорь. Этот Игорь парень рассказал мне лично, как ему пресвитер подсказал. Этот Игорь был из многодетной семьи. У них в семье 12 детей. Он закончил училище по специальности штукатура. То есть формально он уже умеет раствор бросать на стену и его правильным образом там растирать. И когда он попросил у этого пресвитера, который был таким, как старшим в штукатурной бригаде, возьмите меня, пожалуйста, с собой. У нас семья большая, хоть какую-то копейку заработать. И вот этот Игорь говорит, первый день я вышел на работу. Когда, говорит, я вышел на работу первый день, он мне дал стену, которую мне нужно было штукатурить, а напротив взял стену, которую штукатурил он сам. Он, говорит, я бросал раствор просто. Вот так вот взял и от себя бросал его на стену. Но он, говорит, я бросаю на стену, а оно не особо-то почему-то липнет к стене. Вот пастор, пресвитер, который работал на стене напротив, он заметил, подошел к Игорю, и вот Игорь рассказывает то, как он ему подсказал. Он говорит, взял у него, у меня из рук взял кельму, мастерок этот взял, говорит, взял и попытался бросить несколько раз, как бросал я. А потом взял и бросил так, как надо бросать. И потом дал ему мастерок и говорит, вот попробуй, как я бросаю, поверь, так точно лучше. И ушел к своей стене. Игорь говорит, я остался с мастерком в руках и сам себе думаю, вот это обличил. И обидеться не за что, и бросать по-другому уже невозможно. Вот в Библии написано, мудрый приобретает души. Друзья, нам даже обличит другого человека, надо мудрость, чтобы душу приобресть, а не ее потерять. Я был свидетелем, когда в одном служении, молодежном служении, ближе к заднему ряду, сидел парень и в руках держал телефон. И я обратил внимание, что к нему подошел руководитель молодежи, что-то ему сказал на ухо. А этот парень, который держал телефон во время служения, улыбнулся, телефон положил в карман. И на протяжении всего служения сидел и внимательно слушал. Закончил служение, я спрашиваю руководителя молодежи и задаю ему вопрос, а что ты ему сказал на ухо? И вот слушайте внимательно, что он сказал. Он говорит, я к нему обратился и сказал, я думаю, что ты человек совершенный и можешь одновременно внимательно слушать проповедника и запросто отправлять на все текстовые сообщения. Но только не все такие совершенные, как ты. Кто-то, глядя на тебя, соблазнится и начнет писать текстовое сообщение, но способности слушать проповедника при этом у него нет. И поэтому ты дашь ему повод вместо этого стать только неприятность, ничего не понять и услышать. И этот парень положил телефон в карман. Знаете, Библия говорит, мудрый приобретает души. Вот мудрость состоит не в том, чтобы только обличить, а обличить так, чтобы это послужило к пользе. Вот почему я, друзья, говорю это вам и говорю это самому себе. Нам надо пред Богом думать о том, каким проводником и проводником чего я являюсь, людям, которые вокруг меня. Я хотел бы пригласить вас к тому, чтобы мы могли обратиться к Господу и попросить у Него милости и мудрости, чтобы мы были людьми, которые людям вокруг нас несем благословения, чтобы мы, люди, не умножали в своей жизни врагов, чтобы мы могли произносить слова и совершать дела и поступки, которые в нашей жизни врагов только уменьшают, и их становится меньше. Последний пример вам приведу, и мы сделаем вывод в нашем рассуждении. После того, когда закончилась Вторая мировая война, и когда по линии Берлина была проведена граница, и часть Берлина принадлежала социалистической Германии, а часть Берлина принадлежала капиталистической Германии, вот была такая интересная вещь, когда по территории города Берлин начали возводить стену. Стену, которая была линией границы, разделяющей Германию на два государства, на капиталистическую и социалистическую. И вот какой был интересный момент в этот период, когда люди из социалистической Германии через стену, которая была построена посередине города Берлин, они перебрасывали мусор. Вот у них скопился какой-то мусор, объедки, огрызки, и они это все в пакет и через стену на капиталистическую сторону. А со стороны капиталистической стороны на территории Берлина люди думали какой-то отрезок времени, чем же им ответить. А потом они сделали следующим образом, они собрали такие продовольственные маленькие такие подарочки, в которых были булочки, конфеты, шоколадки, и перебросили эти пакеты на обратную сторону, а на стене берлинской повесили такой плакат, на котором звучала такая фраза, «Кто чем богат, тот тем и делится». Попросту говоря, в социалистической Германии вдоволь мусора и объедок, потому этими делятся, а в капиталистической вдоволь булочки, шоколадки и конфеты. Вы знаете, друзья, когда вы слышите человека, который открывает уста и произносит вас унизительные, оскорбительные слова, не смущайтесь, этот человек в данный момент делится тем, на что он богат. От избытка сердца, говорят уста. Но только никогда не откликайтесь на подобного рода искушения. Вы на ругательство, ругательство, на оскорбление, оскорблением. Напротив, покажите, на что богаты вы. Вот почему очень ценно разобраться с этим вопросом, как я влияю на других. Последнее фрагмент из Псалма 126, там, где сказано о детях. Написано, вот награда от него, плод чрева. Вот присутствующие на этом месте, все без исключения, те, кто является сыном или дочерью для своих родителей. Я хочу задать вам простой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда Бог, вот слушайте, когда Бог вас давал вашим родителям, Он ваших родителей не наказывал, Он их награждал. Прямо таки написано, плод чрева, награда от Господа. То есть, детьми Бог не наказывает, детьми Бог награждает. Следующий вопрос, это ко всем сыновьям и дочерям. Скажите, друзья, а вы живете так, чтобы этот статус оправдать? Или вы живете так, что ваши родители думают, Господи, за что мне это наказание? Так вот, хорошо жить и поступать так, чтобы ты ни для кого не был наказанием, а для всех вокруг был лишь только наградой, украшением и благословением. И это для того, чтобы таковым быть, это только благодаря Божьей помощи это можно в своей жизни получить. Я хотел бы пригласить вас, друзья, всех без исключения. В каком бы ты статусе ни был, коллега ты по работе, или ты член церкви, или ты просто муж, или жена, или ты сын, или дочь, в каком бы статусе ты находился, в каком бы месте ты ни был, очень важно понять, ты призван к тому, чтобы везде быть источником благословения. Чтобы ты был человеком, который несет утешение, ободрение, поддержку, вдохновение. Чтобы ты был человеком, от которого жизнь вокруг не ухудшается, а жизнь вокруг только улучшается. А для этого нужна Божья помощь, нужна Божья поддержка, нужна Божья милость. Нужна Его святая и крепкая и сильная рука. И я приглашаю вас заглянуть в свою жизнь и задаться этим вопросом, как же я влияю на других. Не то, как на меня влияют, а то, что я другим людям даю. И как мы уже с вами сказали, то, чем ты богат, тем по жизни ты с другими людьми и делишься. Так давайте же с вами, друзья, не будем долидами, которые словами своими тяготят жизнь другим людям. Причем настолько, что Самсону даже и жить перехотелось. А давайте будем людьми, у которых уста сладость, и все они любезность, для того, чтобы мы с вами были подобными Иисусу Христу, который льна курящегося не угасил и трости надломленной не доломал. Давайте с вами будем людьми, которые другим помогли, что их сердечные раны затянулись, что их сердечные травмы прошли. Давайте будем людьми, которые несут благословение, а не искушение. И давайте будем людьми, от которых люди вокруг нас не убегают, а люди к нам льнут и к нам спешат. И я точно могу вам сказать, что если вы и я не выглядите заряженной миной, то люди точно к вам будут бежать. Вы когда-нибудь видели, когда нашли взрывоопасный какой-то предмет, что тогда делают? Очень быстро представители власти огораживают его такой специальной лентой, и там даже написано, осторожно, взрывоопасно, близко не подходить. Вот есть отдельные люди, они заряжены прямо как Чернобыль, только не знаешь, когда рванет. И все люди, все знают этого человека. Ой, если рванет, то тогда держись, называется держись, страна. Этого человека понесло. Вот знаете, друзья мои, если вы и я являетесь взрывоопасным человеком, не смущайтесь, что люди от вас уходят подальше. Они поступают благоразумно, чтобы, не дай Бог, когда вас взорвет, их не зацепило. Они к вам как к мине относятся. Лучше подальше от мины, тогда шансов на жизнь только увеличиваются и умножаются. Я хочу пригласить вас с вами. Давайте разоружаться. Разоружаться от всех негативных вещей. А давайте будем людьми, которые никого не ранят, никого не травмируют. А напротив, будем людьми, которые других поддерживают, утешают, ободряют. И будем людьми, которые вокруг в своей жизни друзей приобретают. Пусть нам с вами в этом поможет Господь, чтобы в наших словах, делах и поступках мы не возводили стены, а строили мосты. Мы друзей не теряли, а их увеличивали. А если и есть враги, то делая им добро, приобретали их в число своих друзей. И давайте помнить, то, чем я богат, я тем и делюсь. От избытка сердца говорят мои уста. Давайте встанем для молитвы и у Господа в вопросе милости и помощи, чтобы нам быть людьми, богатыми на всякое доброе дело. Небесный Отец, мы благословляем Тебя за то, что Ты призвал нас в число своего народа. И Ты желаешь каждого из нас видеть сосудом добрым, благопотребным Тебе на всякое доброе дело. Освященным и благопотребным. И мы, умоляя, просим Тебя, Господь, пусть никто из нас не будет наказанием. Ни для церкви, ни для людей вокруг нас, ни для своей собственной семьи, в которой он живет. Помоги, Господь, нам быть наградой, быть благословением, быть источником не искушения, а источником радости и утешения. Мы молим Тебя о том, чтобы мы были людьми, от которых люди не убегают, от которых мы льнут. Чтобы мы были людьми, которые никому жизнь не портят, а только ее украшают. Помоги, Господь, нам быть людьми, которые умеют произносить слова, в которых есть благодать, которой они другого утешают, назидают, ободряют, поддерживают и укрепляют. Мы молим Тебя ради Иисуса, помоги нам не иметь слов в жизни, которые других томят, мучают, и жизнь им отбивают желание к тому, чтобы двигаться дальше. Помоги, Господь, нам в делах и своей жизни в поступках, ни для кого не быть ни соблазном, ни преткновением, а показывать в самом себе добрый образец во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя, Создатель, благослови наши семьи, чтобы мы, Господь, в семейных отношениях думали, не счастлив ли я, а счастливы ли со мной. Помоги, Господь, нам быть благословением для наших семей. Благослови, Господь, детей, сыновей и дочерей, чтобы они были наградой для своих родителей, и этот статус оправдывали своим образом жизни и своим поведением. Мы молим Тебя ради Иисуса Христа. Помоги нам быть теми, которые внимательны, с целью, чтобы другого поощрить к любви и добрым делам. Сохрани, Господь, нас, чтобы нам друг друга не угрызать и друг друга не съедать, чтобы нам друг другу не причинять никакого вреда, а быть добрыми сосудами в Твоем доме, которые несут благословение. Мы воздаем Тебе славу и молим Тебя. Помоги всем нам быть лучше, чем мы есть на данный момент, и быть благословением для тех, кто вокруг нас. Мы призываем Твое имя, и помоги, Господь, нам, как Ты прожить жизнь, чтобы льна курящегося не угасить, а трости надломленной не доломать. Помоги, Господь, нам быть людьми нежными, аккуратными, обходительными и мудрыми, чтобы нам, подобно мудрому Соломону, который сказал, мудрые приобретают души, чтобы нам приобретать тех, кто вокруг нас, но не терять, не отталкивать, не прогонять, а напротив приобретать, созидая во имя Иисуса Христа. Призываем Твое имя и молим Тебя на это, Твоей помощи и Твоей руки в благословение нам. Ради Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.